Сузуки Витара. Видите? Самая навороченная комплектация. И кузов, блейзер, да? Ну что такое пиджак-блейзер? Это черный пиджак, золотые пуговицы. А у нас наоборот. У нас вот по оконную линию это все золото, а наверху черная крыша. Но дело-то не в этом. В блейзеры вы же в клуб ходите, а вот в грязь-то вряд ли лазите. А мы попробуем вот на этом броневичке проехать там, где, как говорит Алексей, макар телят не гонял. Поехали. Мы вам приготовили малость другой тест-драйв. То бишь перед вами отличный человек с весом 150 кг, ростом поболее чемой и практически черный пояс по карате. Как он влезет в Сузуки Витару? Да легко, как в нормальный внедорожник. А про двигатель скажу. Сейчас скажу тебе про двигатель. Тут вот сзади трое непристегнутых, но их правда там нет. Кстати, о двигателе. Двигатель здесь 1.4, но турбо. А раз турбо, значит 140 таких резвых таких скакунов. Так-дым-так-дым-так-дым-так-дым. Поэтому это нам тоже поможет, я думаю. Ну и коробка-автомат, естественно. И чтоб было все понятно и ровно, чтоб у вас не возникало сомнений. Лазить на этом внедорожнике можно везде. Сто процентов. А вот цена его меня радует. Смотрите, от 999 тысяч рублей, может быть даже ниже, это вопрос скидок. И уралавта вам такие скидки говорят и делают. И даже на переднем приводе лазим туда, куда нога ни внедорожника не заедет. А почему? А свеса, низкая посадка. То есть мы выкатываемся туда, где любой асфальтовик сядет. Сто процентов. То есть за грибочками в лес лучше и дешевле Витарика только б-ушные агрегаты. Это новый. К слову о том, чем мне нравится Сузуки. Ну, во-первых, это фамилия. Во-вторых, большая часть акций принадлежит японскому правительству. Это как Форд продемонстрировал, что и в Японии можно собирать уникальные, не гниющие вообще агрегаты. У нас они есть. Их представляет Уралавта на Советской. Нет, они, конечно, гниют. Но я в Магнитогорске гниющих агрегатов от марки Сузуки не видел. Отличные, изумительные машины. И это пока вы видели офлайн. То есть здесь проезд только для такого танка. Да, есть полный привод. Да, есть полный привод. И в таком месте кое-кто из псевдо-внедорожников покатится назад. Для тех, кто стоит от 100 тысяч долларов, это как раз хватит на приличный дом. Может быть, даже и на крутой. А вы прыжки хотели, а вот и получите. Конечно, мы будем говорить об Уралавта. То бишь, мне нравится эта контора реально. Чем она нравится? Во-первых, мы продаем и продаем замечательные машины. А вот в Сузуки эта тема весьма интересная. То есть давайте определимся, да, про японские машины. То есть из расчета того, сколько они могут проходить. Да, конечно, машины все проходят. Но меньше всего теряют в своем состоянии именно Сузуки. Кстати, почему вы Сузуки себе не берете? То есть вы думаете, что эта Витара не лазит туда, куда-то старая Витара лазит? Ну, вы же посмотрели сюжет. Я не думал, что как бы, ну, те дебри, в которые мы лазили, так же хорошо пройдут другие внедорожники. Что такое внедорожники сегодня и сейчас? Сегодня и сейчас внедорожники – это машина на полном приводе. Это универсалы. Но, тем не менее, в слове внедорожники мы не можем говорить, что вы, допустим, на этих крутых джипах залазите туда, куда бы, как Максим сказал, Макар Терят не гонял. Нет. То есть если вам нужны крутые джипы, то они есть, естественно. И в Тойоте есть, и в Тойоте 70-ка Grand Cruiser. А когда мы говорим об этом автомобиле, да лезьте куда угодно. Цена вопроса этого, навороченного, естественно, миллион семьсот, все-все-все, пироги есть, двигатель красавец, переключается легко и просто. Ну, замечательная машина. Но цена вопроса начинается от миллиона рублей. Да, за 999 рублей вы себе возьмете точно такой же автомобиль, точно такой же автомобильчик, где-где, естественно, в Сузыке. И это будет максимально удовольствие. Ну и то, что передний привод. Я сейчас катаюсь. Вы понимаете, передний привод для меня, он радует. Потому что я не лажу туда, куда Макар Терят не гонял. Даже если мне надо лазить туда, куда Макар Терят и гонял. То есть я вам сегодня показал, да? Ну, ходы подвески примерно такие же, что можно себе позволить. И вы спокойно на этом автомобиле можете залазить и объяснять людям, что вы обратите внимание. И это всего за миллион рублей. К слову, миллионам рублей, ну, вы можете купить отличный автомобиль. Ну, я не знаю. То есть, если вы даже взяли себе Сузуки, и вы понимаете, что вам надо что-то покруче, вы всегда приедете в Уралавка, сдадите свою машину и возьмете себе, не торопясь, естественно, спокойно, вот такой вариант. И вы будете получать максимальное удовольствие. Тем более, обратите внимание, когда человек берет машину, да, и тратит бешеное количество денег. Ну, сейчас мы поговорим про двухсотку, да? Топовая комплектация, это почти 6 миллионов рублей, практически 100 тысяч долларов. Я не буду говорить по МРСДС, это отдельная тема. Я не буду говорить про остальные вещи. Эта машина, вот смотрите, она стоит сейчас 1 миллион 700, ну, либо там 999 тысяч рублей, естественно, не до миллиона. И она так не теряет в цене, понимаете? То есть, да, небольшая просадка будет, но не критичная. И уже потом, вот мы сейчас выезжаем на совсем нехороший кусочек дороги, потому что повествование, сюжет, малость заканчивается. Вы ее спокойненько потом отдаете, человек ее берет. Вы знаете, я бы себе, конечно, вот такую машину взял. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова